Перепись США предоставила больше мест в Палате представителям штата Техас и Флорида. Данные о населении, опубликованные в ходе переписи населения США, перераспределили места в Конгрессе, что может повысить шансы республиканцев отвоевать Палату представителей у демократов на промежуточных выборах в следующем году. Бюро переписи населения объявляло в понедельник, что Техас, Флорида, а также Северная Каролина входит в число штатов, которые добавят места в Конгрессе в следующем году после публикации данных о населении, которые повторно распределяют голоса членов Палаты представителей и коллегий выборщиков между штатами. Техас получит два места в Конгрессе, а Флорида, Северная Каролина, Колорадо, Монтана и Орегон по одному месту в Конгрессе. Это все из-за миграции населения внутри страны. Люди покидают демократические штаты из-за неадекватных ограничений и невозможности вести бизнес. Места в Конгрессе заберут у штата Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Западная Вирджиния. Публикация данных, охватывающих все население США по состоянию на апрель 2020 года, создает основу для битвы, которая может изменить политическую власть в Вашингтоне в течение следующего даже десятилетия. Перенос мест в такие штаты, как Техас и Флорида, где республиканцы в большинстве, может быть достаточно, чтобы наконец установить баланс в политическом плане. Что касается вообще населения США, то в целом по состоянию на апрель 2020 года оно составляло 30-31 миллион 449 тысяч 281 человек, что на 7,4% больше, чем за предыдущее десятилетие, по данным агентства. Вот вам и смертельный вирус КПК. В Вашингтон округ Колумбия вырос на 14,6%, до почти 700 тысяч человек. Демократы в Конгрессе приняли закон и пытаются продвинуть его дальше, согласно которому округ Колумбия мог бы стать 51-м штатом. Это нужно только, чтобы демократических голосов собрать больше на выборах. Республиканцы выступают против этой меры.